а у нас сейчас на связи корреспондент радио франце интернациональ которая сейчас находится в донецке ведь женщины не только воюют на войне или находится на пассивной позиции достаточно большое количество журналисток работает зоне а то вот одна из них сейчас нами на связи анна строганова аня вы нас слышите да 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 надеюсь что меня тоже слышите отлично вы сейчас находитесь в донецке и насколько я знаю могли наблюдать за тем как город готовится к празднику 8 марта в этом году вроде бы во всей зоне а то и на освобожденной территории на оккупированной этот праздник празднуется достаточно широко что вы заметили по городу донецку как там сейчас перед праздничные дни по городу донецку мне сложно студии потому что мы вот три дня то есть буквально приехать на самом деле в эти предпраздничные и поэтому в городе жизнь ездят машины в городе тихо да не слышно иногда в отдалении слышится взрывом так это это практически незаметно что же касается конкретно предпраздничной подготовки на одном таком мероприятие которое проводилось шахта шахтар плазе гостиница в донецке и она сдавалась только публике это был конкурс красоты который местные сепаратистские власти провели среди девушек ополченок точнее мероприятие было заявлено как конкурс но там не было придеров не было первых вторых и этих места подарки получили все вот довольно такое не знаю как его охарактеризовать это это мероприятие но в общем вам понравилось смотреть это были это были девушки из батальонов восток оплот сомали беркут сначала они ходили выходили на подиум да который там в зале просто поставив два ряда стулья устроили выходили в разных платьях в основном красного и черного цвета и в конце они вышли все в камуфляже вот и люди из днр вышли и сказали им поблагодарили их за участие в боевых действиях но советовали вернуться к женским обязанностям не хотели до чтобы эти дамы воевали вместе с ними но это было такое двусмыслие двусмысленные немножко речи не совсем очевидные потому что с одной стороны замечательно вы даете придаете нам силы мужества но с другой стороны конечно же ваше место на кухне расскажите как вам там относятся то есть вам не мешает сейчас работать как женщине как журналисту в первую очередь ну мне кажется что поскольку я работаю на французском радио у меня французский паспорт у меня ни с одной ни с другой стороны слава богу к счастью пока не возникало проблем то есть и и с этой стороны к нам очень хорошо относятся и с украинской стороны у нас тоже никогда не было никаких проблем нас везде принимают везде пропускают люди идут на контакт люди общаются но насколько мне известно мои коллеги которые чаще приезжают как зону а то так и на территории днр и лнр раньше это было сложнее и сейчас эти контакты легче устанавливаются и журналистам стало проще работать ну слава богу дай бог чтобы так и было дальше хотя мы к сожалению с нашими коллегами сейчас не можем вернуться ни в луганск не в донецк поскольку нас там и сейчас не любят и как в целом украинские журналисты но очень хорошо что вы можете там работать нормально и я тоже от целеса всего коллектива общественного телевидения донбасса поздравляю вас с наступающим праздником до встречи спасибо спасибо андрей